МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Згодны с оперативной информацией Абл-Сильхасхарчу, яровые культуры на Гомещине посеяны амаль на 70 тысячах гектаров. Это 13% до плану. Традиционно лепшие показчики у паудневых районах. Больше, как 22% засеяно в Брагинском районе, крыху меньше – Хойницким. По причине высокой вильгати на некоторых палетках пакуль заденешана только каля 40% поселных агрегатов. А прачая сельхаспредприемства, до весновых работ приступают и фермерские господарки. У пятницу 31-х саковика у Гомеле будет проходить набор жадающих працавать уперед купального сезона матросами-выратовальниками. Затекавленным варта звертаться во управление по праце занятости социальной обороне. Плануется набрать 50 человек. Те, кто будет приняты на працу, повинны пройти медкомиссию и двухдневые курсы по навучанне. Керамичные ляльки-звоночки «Рэчицкие полишуки» признаны лепшим гомельским сувениром. Отповедный конкурс провело региональное отделение Белорусской гандлёво-прамысловой палаты. Аутором лепшей работы з'является рэчицкий майстер Вольга Жарнасек. Улик пераможцов так само трапили выраб с бярусты «Лебядиная сажалка» гомельчанки Ирыны Кротовой и тканы пояс Миколая Сушкова «Шонок». Рамесники отрымали дипломы и сертификаты на бесплатный удел во усих сёлетних выставах и кермашах гомельского отделения Белорусской гандлёво-прамысловой палаты. Сувенирные вырабы пераможцов плануется уручать у якости подарунков для замежных делегаций. Гомельские квитководы рыхтуются до нового сезона. Основные работы выконываются специалисты предприемства «Червоный гвоздик». Уличываючи потепление климату, в улице областного центра упрыгожать экзотичные квитки. Пауднево-африканский рамонак и калибрахуа, ради маякова з'является Паудневая Америка. А кроме того, на городских клумбах з'явятся композиции зруш и новые вертыкальные конструкции. Объёмы рассады повеличиваются что год. Летость их было 420 тысяч, всё лето на 140 тысяч больше. У Радам скорректированы парадок организации проведения централизованного тестирования. У приватности абитуриенту предоставлено право сдавать додатковое четвертое тестирование. А кроме того, документам замацаваны парадок часового выхода абитуриентау за аудиторией по объективных причинах. Так само унесены змены, яке продугледжуюць выключение спроб абитуриентау, обменяться экзаменационными материалами. Термин «Денья сертификатау ЦТ» падаўжаны да двух гадоў. Першыга красавяка ў «Межнародный день смеху» ў Палацы культуры чыгуночнікаў адбудзіца концерт камернага оркестра обласной филармонії. Каліктыў працтавіць інструментальну праграму музыканты жартуюць і не толькі. У праграме класічныя творы Гайдна, пьяцолы, Расіні і іншых вядомых камбазітораў ў неардынарной интерпрытаціі. А так само сола, напішучай машынцы, лірычныя песні жартаўлівымі тэкстамі, выступлэні майстроў оригінальнага жанру. Выставу, прамеркаванную да Межнароднага дня театра, працтавілі ў бібліатэце ім'я Герцына. Проект падрыхтаваны сумесна с коліктывам Гомельскага обласнога драматычнага театра. Экспозицію склалі костюмы сазнакамітых спектакляў, такіх як «Дванадцтая ночь», «Чорная панна Нясвіжа» і «Вечны Фама». Аматоры театральнага мастацтва таксама могуць пазнаеміцца з унікальнамі фотосдымкамі, эскізамі, элементамі реквізіту і бутафорі. Усё гэта ў першыню можна уважліва разглядзіць збліску, а не зглядзельнай залы. Сёння інтерактывная перадача «Добрый вечер, Гомель» запрашае пагаварыць прамову прыкмет і паверўў, старажытных і сучасных. Кожны народ з пакаління ў пакаління перадаваў мудраць, веды, вопыт жыццёвых назіранняў. Рабілі так і беларусы. Багацейшы дыховны свет нашых прадкаў, їх надзвычайны талінт і аскравая фантазія адбіліся ў абрадах і звычаях прыкметах і паверўях. Гості студыі раскажуць не толькі пра гісторію сусветных і ўласно-беларускіх забабонаў, але і падкажуць, як супакоець развярыджаную прымхамі душу сучаснага чалавека. Добрый вечер, Гомель, ў Прамым эфіры сёння ў 21.40 хвілін на телеканалі Беларусь 4. Телефон студыі 37-519.